Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в тридцатый выпуск второго сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Прошлый выпуск порадовал завершением большого квеста миротворческой миссии, выполняемого на четырёх локациях в синих шлеме и броне. Также смогли вернуть ультребылое величие, добив 25 диких на локации развязка. Пометили наливники по квесту «Кровь войны» часть первая, закрыли модный приговор заранее заготовленными квестовыми предметами и умудрились вынести ведомости с трёх магазинов – Оли, Гошан и Идея, закрыв тем самым квест «Картотека» часть первая. Дэн, Иван, Котопсов, Утер, Алекс, Марк, Блокеукас, Алексей, такой как Космос, Ликдер и Техник. Благодарю, ребята, за нескромную поддержку, добрые пожелания и приятные отзывы. Будьте здоровы! Всем приятного просмотра! Честно говоря, я забыл просто включить запись. У меня тут был один квест дневной, да или, не знаю, завершённых будет показываться. О, да, вот. Вот этот квест найти и передать. Мне нужно было две РПС-ки найти, квестов шестых. А они у меня готовы были, лежали по другому квесту, в общем. Но я решил сюда их сдать, потому что здесь лояльность идёт, плюс денюжка. Поэтому я их сдал, плюс лояльность получил. Блин, извиняюсь, что забыл включить. Это вообще мой косяк не проснулся, походу, ещё. Теперь план следующий. Идём по картотеке, часть второй. Ключ от офисов логистики Оли я уже взял. И параллельно есть у меня ещё один дейли-квест у егеря. Осталось всего 55 минут. Короче, на один рейд, скорее всего, у меня хватит времени. Ну, может быть, два, если погыбну быстро. Устранить диких выстрелом в грудь или живот 8 человек нужно на любой локации. За это мне плюс 0.01 егерю дадут, короче. Лояльности. Немного опыта отсыпят. Ну, плюс денюжку немного отсыпят. Я купил себе ключ от офисов логистики, взял рубли на случай выхода на машине. Взял дополнительным оружием ППХу на ближний бой. Или вдруг там, если что, замес какой будет, может, ППХа мне выручит. Ну и ВПО просто взял, приглушил его, взял патронов к нему. Да и вся любовь, чтобы 8 диких-то в грудь не убить. Я думаю, мне хватит. Параллельно будем прокачивать квест егеря совершенствованием навыка владения снайперскими винтовками. Так что всё, в общем, в одну кучу сложил. Надеюсь, что-нибудь из этого хорошее получится. Поэтому мы идём за ЧВК на развязку в 8 утра. Счастливые, красивые. Всё это дело страховать, наверное, горностая я не буду. Не хочу я с ним долго ходить. Взял, а потом подумал, надо было Мосинку брать. Ну, уже поздно было. В общем, поехали. В планах на рейд забрать документы в офисе логистики Оли, найти две разгрузки РПС. И эти разгрузки как раз на диких и найдём. 8 диких нужно уничтожить выстрелом в грудь. Значит, надо будет аккуратничать. Так как это болтовка без прицела, а не танк какой-нибудь. На танке тут, если залететь, то заиграла бы другая песня. Благо, такая возможность есть в World of Tanks. Врывайся на поля битвы на одном из 600 танков. Хочешь, бери лёгкие танки, сведи противника с ума быстрыми манёврами. А хочешь, дави врагов в пыль 50-тонными монстрами. В World of Tanks ни один бой не похож на предыдущий. Устраивай засады, иди на таран. Поджигай и топи вражеские танки. Попробуй, это очень весело. А благодаря хорошо оптимизированному движку Core от Wargaming, ты сможешь наслаждаться крутой графикой даже на слабом ПК или ноуте. По ссылке в описании тебя ждут щедрые подарки. Три премиум танка, 400 тысяч кредитов и неделя премиум аккаунта. Не теряй времени и врывайся в бой. Пока грузился, подумал, что, наверное, всё-таки надо было хоть какую-то оптику взять, да? А чё, у меня курсор посредине, не понял. Капец. Ой, ёлки-палки. Это перезаходить в Тарков надо, что ли? Будем с курсором. Хрень какая-то. Блин. Чё за дичьё просто-то вообще? Первый раз такое. Блин, как не сядешь что-нибудь записывать, так чё-то какая-нибудь фигня-то происходит. Ну чё, мне тогда можно без этого? Без прицела шпилить. Смотри, прям почти точно. Ладно. Пошли на ГЭС. А возможно курсор на записи и не видно будет. Да, вот такая интересная история получается. Проверим машину. Проверим машину. Машины, по-моему, нет. Машины нет, прикинь. Или её домой отправили. Нет, машины нет, пацаны. Как-то так. О, вот так сделаем. Значит, ушки на макушке. Мурка стоит. Помещается. Подставляйте мне грудь свои. Животые груди. Не понял. Это чё значит? Не, не лута, ну вроде. Только чё-то всё пухло. Центральный процессор. Кура и 200. Понятно. Сейчас вы мне как на голову заспавнитесь, заспавнитесь, да? Ну чё, ё-то, где всё-то? Как квесты-то делать таким макаром? У меня всего 55 минут. Я ограничен во времени, на самом деле. Это сразу выреза. Тогда без стеснений, может быть, в идею сходу пойти, а? Хотя тоже такая себе идея идти в идею, да? Чё мне там внутрь делать? Ладно, быстро осматриваем тогда здесь. Раз нет диких, значит, уходим отсюда. Чё мне тут делать? Правильно, чё теряться тут? Ой-ой-ой. Ключик какой-то нашёл интересный. Ничего себе тут кач у вас, пацаны. Это чё это за дары такие? Чё, заслужил? Или отрабатывать придётся потом? А, тут насмотрели. Окей. Болты забираем. Гайки-болты. И по домам. Ну давай, гайки-болты. О! Пау. Ладно. Раз ты так со мной, Тарков. Значит, он отказывается давать мне возможность у егеря цепануть ещё ноль-ноль одну. Лояльности, да? Единицу. За одну сотую сейчас разговоры. За одну сотую. Ну деньги это ладно, деньги наживное дело. За одну сотую. За одну сотую. Тогда давай через низ что ли попробуем проскочить. Через низ, потом фиить в идею. Потом оттуда, через кассы Гошена, в сторону Волли пойдём. Так и сделаем. Всё равно у меня выход, тем более, что там на ЖД аж. А если РПС не найдём, то можно, в принципе, будет рюкзак, наверное, выкинуть где-нибудь, да? Главное, чтоб сейчас кила нигде не вытряхнулся. Чё-то я зашёл как к себе домой такой. Вот, вот здесь должны быть уже клиенты. Добрый Дэн. Добрый Дэн. Чё-то как-то тихо. А чё, куда я, в ПВЕ запустился? Чё, где дикие? Прям ни одного, ни души. Чё за... Пацаны, я с вами. Давайте играть, пацаны. Блин, сейчас бы беду не накликать, да? Подтянутся сейчас, пацаны, до нити. Так, так, так. Добрый Дэн. Что за дьявольщина? Вообще нет души. Прям ноль. Полнейший. С ума сойти. Ну, раз никого нет. Тогда хотя бы рюкзак набьём битком, да? Тэц не души, под идеей не души. Внизу, вверху, над идеей тоже не души. Это чё, это когда такое было? Кому расскажи? Не поверят. Не поверят. Ну ладно. Очень интересная газета. Чё происходит, я не понимаю. Я чё, в соло? В соло пьяну. Так, 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 так. Ну, пошли видеокарты смотреть тогда. Самые интересные места посмотрим. В общем, вангую. Сейчас я пока хожу туда-сюда. Сейчас нарвусь на килу в итоге. Откисну, и так ни одного даже не убью, и ни одного лута не вынесу, ни фига. Сейчас мякила всю жизнь прохавает. Попитоним? Приятного господа. Забавно. Вот это рейды у нас. Метаболизм скачаем дальше. Погода нелётная, что ли, у вас, пацаны? Не, ну серьёзно, это вообще что-то... Я понимаю, тихие рейды, но чтоб... Даже диких не было, так не честно. Пойдём на кассу тогда. Гошена. Так, примерно здесь мы сейчас внедримся. Не пойму, это шаги. По-моему, я шаги чьи-то слышал. Какой мамочки? Кто-то... Кто-то воин. Обычный дикий. Обычный дикий. Так, началась вистопляска. Нормально. Нормально. Вон он, сука! Сам такой. Выходи, подлый трус. Опасно, опасно. На всякие пожарные лучше звёздочку употребим. А то чё-то там ещё какой-то типчик стрелял. Тюйте, твою мать! С контузией с этой. Давай, приходи в чувство. Всё? Вставила на место. Хе-хе-хе. Ага, вижу. Козлина. Ой, мне этот курсор вообще мешает на самом деле. Попал, не попал? Ой, ёп, просто не попал. Блин, не вижу. Куда тыришься там, блин? Вон он. Так, а во. Ой, что так сложно-то, ёп, просто-то. Гораздо проще было бы где-нибудь в оптику на какой-нибудь лес пойти, да, и не выпендривать. А это в руку было. А, нет. Куда пошёл? Убил. Аллилуйя. И самое печальное то, что я не могу посмотреть эти подзадачи. Вот задачи вижу, залокация, а всё, больше ничего не вижу. Каратель. Тарковский, гренадёр, прикормка. Может, как-то тут можно... А, вот же, оперативные задачи устранения. Тридцать семь. Троих всего. Ёмаё. Ну, трое-то уже что-то, да? Это уже есть какой-то шанс на выполнение. Однозначно. Вытяну-ка я эту ксюху. Вытаскивать с собой шоку балласт. Как этот курсор мне, оказывается, мешает-то, а? Я думал, ты мне союзником будешь. Что, если мы сделаем, вазим вот это дело всё? А то народ негодует потом в комментариях. Мол, ходишь туда-сюда, толку. Никакого. Возможно, мне пригодятся эти патроны. Что-то у меня расход какой-то нездоровый. Ого, двадцатка. Спасибо. Ой, РПС-ка, точно. Я забыл вообще про РПС. Вот голова два уха. Так, значит, в РПС хавальник. Хавчик, точнее. Хавальник. Сложен. Так. Одна РПС будет. Тут без РПС. А тут... А, тут всё, я помню, жилет охранника, что ли, у него. Что-то такое. Так, давай тогда камеры хранения попялимся, эти ячейки. Заберём биткоин. И пойдём в Олле, как и планировал. Пока всё идёт по плану. Обаджа. Серебра сколько. А, серебро есть, патроны есть, а то, что мне надо, нет. Так, я что-то видел, по-моему, на той стороне. Тоже серебро. Понял. Лучше бы три биткоина было. Хм. Хе-хе-хе. И я бы вообще пофиг. Хоть задом наперёд бы ходил, без разницы. Можно было бы умереть даже глупой сморти. Солки, хавчика, как будто в лесу хожу. Ладушки, погнали. Волли. Волли. Воюем тут. Забираем. Ведомости. Опа. Побежал. Побежал, побежал, родненький. Далёко собрался. Или это в подвале? Нет, там нет подвала. Есть, но они там не ходят. В глазах поплыло. Всё. Блин, тут целых два диких, прикинь. Как классно. А ну-ка, пацаны. А ну-ка, пацаны. Подадился. О, в спину, прям кайф в спину. Никакие руки перед... Не понял, где он там? Никакие руки не мешают перед гурдаком. Чисто в грудь убиваются, короче. Вот это, вот это. Вот, сейчас и болтовку туда-сюда, да? Попережь урудим. Вот, нормально, нормально. Сейчас, пацаны. Делов наделаем. А где он там? Блин, не видать нифига. Надо было елкан хотя бы убрать, да, прицел? Не выделываться, блин, с этим. С этой мушкой. Чёрт бы её. Ладно, братюня, мне потом к тебе в любом случае будет по пути. Так что увидимся ещё сейчас. Блин, а вот эти камеры тут, может быть, тоже что-нибудь спаунят? Не надо! А-а-а, живой гад. Руку мне выбил. А у меня есть хирургия же, всё хорошо. Брось, 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 брось. Сич, я, честно говоря, я думал, что это нифига не дикий. Ну ладно. Лучше подошёл, подкрался такой. Нормально, нормально. Вот для этого я и брал, кстати, витязя. Так что всё отлично. Он свою работу сделан на хорошо. А, я прервал. Понял. Я думаю, можно. Да вы чё, серьёзно, что ли? Скорее-ско-ско-ско-ско-ско-ско-ско-ско. Ах ты жут! Стой! Падли, проклятый. Придел. Твою медь Целое приключение с этими Кашляет он Там лежит Фух Шо так жарко-то, ёпай Куда вы давите-то, пушите О, патроны кончились Вишь, не зря забрал у дикого Вот такие дела Оказывается, происходят Так, что мы можем спрятать, например В эту самую Вот эту самую, наверное, да Так, перелив сунды Тут у нас что осталось? Болты Кофе Это использовать можно А можно и покушать Хотя нет, ещё рано Ещё идёт Пойму, где он Блин, сейчас Челоботы подъедут Меня размотают Тут, отвечаю Всё, последний остался Да можно будет болтовку Скинуть Так, ну это даже хорошо Что там кто-то лазает Может, это как раз наш клиент, да? Не понял Юмора РПС мы сейчас забираем Вторую как раз Вот так примерно Вот как-то так И всё И как раз один ещё у меня остался Чё А, я же не забрал эти самые Документы-то не забрал Так, где-то тут они Вон они на полке Вижу, я их Подсвечу Чтоб вам видно было Вот они Маршрут груза имеется Теперь надо выжать В эти с локации Чтобы вынести их Конечно же Ну и один дикий Остался всего Не убитый у меня В грудак Две РПСки нашёл Прям Если получится выйти То всё Как по плану Прям Хотел ячейки же построить Не, эти ячейки пустые Может быть просто Они сейчас пустые У меня какое-то ощущение Что тут либо кто-то Наблюдает за мной Либо Это и исходит В общем Тот товарищ Который был вдоль КАЗ Вон там Где Который недострелен И он пришёл Всё-таки сюда Я так понял И навёл шороху Со своими Корифанами Значит мы Значит мы как делаем Значит мы сейчас Педалим в сторону МЧС А подожди А зачем мне МЧС Мне же выход-то не на МЧС Ни разу Просто не факт Что там будет На дороге дикий А если его там не будет То это всё Труба Несделанный квест Ну как квест Под задача Раз уже тут остался Один всего дикий Я думаю Что надо доделывать Иначе смысла Во всей этой возне Чуть Упс Не туда Ну как дела Есть кто нет Блин Прям на меня бежит Зараза Куда делся А вон он Буду бить аккуратно Но Блин Сейчас у меня в лицо Зарядит И пиши пропало Хе-хе-хе-хе Никуда он ничего не зарядит Всё я готов Поехали А куда поедем 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 Пожалуй Мы поедем И помчимся Нет Мне надо выносить РПС Рюкзак Я скидывать не могу Ну тогда Получается Что идём Давай по безопасному Лучше Пути пойдём Я понимаю Что это короткий Путь был бы Через торговый центр Но я предпочитаю Безопасный путь Пусть он будет Даже дольше В общем Мне надо на ЖД Выходить Это противоположный Вообще Пункт На карте Правильно же я говорю Да Одесса Ты правильно говоришь Выход на железной Дороге Находится он На лицевой части Вообще В той стороне Значит Посмотрим Сейчас здесь Пару тайничков Ворон 1 Подкрепимся Сейчас на дорожку Ещё Не забыть Ворон 2 Надо успеть Ещё сдать же Этот квест Правильно ведь Правильно Ну всё Понеслась Душа в рай Чёрт не знает Сколько бежать Мне на самом деле Ну то болезем До 21 Поднялся Нормально Нормально Сверху Виты Наливаем Всё Теперь точно поехали Чёрт возьми Кто-то прям Вдоль дороги Бежит Что за хрен На дороге Дикого вижу Ого 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 Обычные Дикие Что за сал Где ты Блин Какая неудобная Позиция Это у меня Ё-моё Никак мне не это Вон они Пялятся Хе-хе Ладно 7 минут Ё-моё Пацаны Вы чё Зараза Нормально Нормально Жалко чавыка Я так не умирают Как вы Попадали Ещё Ещё кто-то Точно Тут вообще Нездорово Нездорово был не Да ты Смотри Смотри 5 минут Нормально 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 Сейчас Породачи Лаботы Побегут сюда Сто пудово Если они есть Хороший Дорогой Выпил Везде Мы будем Смотрите Это вашу Мать Убил Я его убил По-моему Вот тебе И с утра Выпил Весь день Свободен Когда они Нужны были Да Я их Я их Почти весь Рейд Искал Туда-сюда Ходил А когда Они мне Теперь не нужны Да Они мне Теперь Проход Вообще Не дают Тут Вот такие Вот Шутаички Быстро Выкидываю Короче Оставшиеся Патроны И все Надо валить Отсюда Смажемся Звездочкой Для аэродинамики Вперед Профен Пронес А ты Хорош Хорош Ладно Понял Поехали Домой Еще и Пилигрим Стараканул Продолжение следует... Уф Успел Да Вот так вот оно и бывает Но нормально Все зато сделал 43 минуты Офигеть Долгий рейд Конечно Получился В итоге Из 8 нужных 14 убито Поехали Передаем барокольщику Картотека Часть вторая Документы у него В руках Квест Мы закрываем Благодарность Квест Говорит Балаклаву Арафат Корр И бенч Очки с круглой Это надо в лес Ити и в лесу Закладывать Все эти прелести Есть еще маршрут Квест Пометить Три микроавтобуса МС Ну короче Этими маяками Шить не тужит Часть первая Вот они и поехали Для Прорезь Шаршу Лыжную шапку Говорит Отдай И туристический рюкзак Пилигрим У меня его по моему не было Если бы я его сейчас не вынес Да А нет у меня был оказывается Передаем А тут выбираешь Понятно Все Плюс 002 25 Отлично Шить не тужит Часть вторая Поехали Кжельки тоже можем сейчас купить И сдать Просто напросто Слушай Кровь войны Часть вторая Тоже в лес А нет Присадки Четыре присадки Как раз у меня уже готовы Для Квеста Все Передаем эти присадки Завершаем квест И Все Получается Еще сейчас Докупим Кжельки И закроем Сегодня лояльность Третьего уровня Вот такой вот он прогресс А ну вот Теперь в лес Говорит еще Ну в общем Это в лес Надо идти пацаны Вот это поворот Вот это я не ожидал Что сегодня Такой прогресс Прям будет Бам Готово Еще закрываем Шить не тужит Часть вторая Открывается еще Пару квестов Технология изготовления Одежды Часть первая И вторая И шить не тужит Часть третья Забрала Шабронежилет В состоянии 0.50 50.0 Ой 50.100 Идиот Я не успел Знать пока Тарахтел Квест Представляешь Пока увлекся Там этими Квестами Барахольщика Блин Как обидно Зато говорит Устранение Устранить диких Выстрелом В левую ногу Или в правую ногу Гитарный медиатор Веритес принести Найденный в рейде А он у меня есть Лежит Значит мы берем Лыжника Лояльность И денег берем Да Опыт Передаем Чик Чик Отлично Все Третьего уровня Лояльности У меня есть Барахольщик Теперь можно У него тут Куполки-тряпочки Кое-какие Золотые Госта Рафатка Круглая Права Рейбенч Вроде бы Все забыл Что надо было Поехали Теперь мы направляемся В лес Ох ты Ёлки-палки Какое тут Время Интересное Вот 17 Мне до вечера Получается Да Можно будет А я же хотел Еще диких Пострелять Слушай Тогда в 5 утра Пойдем 5 утра Страхуем Страхуем Страху Да и все В принципе Да Только волыну Страхуем Получается Планы на рейд Наполеоновские Мне нужно будет Очень много Ходить по локации В первую очередь Буду конечно же Избавляться От всех этих приколов Типа золотых цепочек С закладыванием Этим всем И пометкой А потом уже Займусь Пожалуй Дикими Ну там внизу В лесопилке Посмотрим Если будут Светлоозерские И получится Их разобрать То 100% У меня мешок Уже будет полный Я тогда пойду На выход Диких не буду Тогда Отстреливать По дополнительному Заданию Очень хотелось бы Чтобы спаун Был где нибудь В районе Забы 16 И вот это Был бы вообще Подарок от Таркова Ну сейчас посмотрим Блин И мало того что Мало того что Короче погода Туда сюда Так еще и темноваса Но сейчас будет Все светлее И светлее Конечно Где я появился Ой-ой-ой Я появился Перед Коттеджами Галки-палки Мне сейчас Самые Эти самые Да Проходить Спауны Мы будем Надеяться Что мне Повезет Кидываюсь Таблетки Потому что Вначале В самом Могут быть Спауны Рядом Можем Пересечься В ближайшее Время И сразу же Иду в сторону 16-го ЗБ Там у меня Два Неподалеку Друг от друга Будут Топливных Тайника Ладно Грех Жаловаться Мог бы быть Гораздо Хуже У меня Спаун Главное Держать Ушки На макушке И все Будет нормально Хотя Честно Скажу Предчувствия У меня Не очень Хорошее А может Это просто Мандраж Потереть Все это дело Да и все И никакое Предчувствие Тут ни при чем Первый топливный Тайник Находится Здесь Недалеко От ЗБ-16 А вон он Вот Слева От меня Где-то ЗБ-16 Она похоже Не работает Потому что Я не вижу Дыма Никакого Зеленого И вот Там Первый Тайник Значит Первый Маяк Втыкаем Пошел Процесс Второй Второй Маяк Находится Под Скалами Тайник Тайник В сторону И направлюсь Пожалуй Попутно Посмотрим Что тут Есть На самолете Тут же Может быть Что-то Так Что-то Есть Что-то Есть Но Оно Под Текстурами Да Непонятно Ну Ладно Опа Золотая Цепь Надо Бетон Что Ещё Геностатик И Сахар Не Дурно Сразу Под Скалы Тогда Второй Маяк Сразу Прошпандорим Пока По крайней Мере Всё Выглядит Довольно Тихо Тут Могут Детей Шататься Так Второй Строн С топливом Есть Намана Так Теперь Я пойду К воде Наверное Да Или В 1 2 3 Нет Лучше К воде Потому что Предметов С закладкой На воде У меня Больше С этой Стороны Обойду Есть Прикипел Второй Маяк Покушек Попить И Бупрофен Новый Так Вот Вот Вы И Появились Господа Нехорошие Прямо Передо Мной Итак Сейчас Будем Посмотреть Насколько Удача Улыбается Мне Нормальный Спавн Вот Представь Если бы Я Вообще Где-нибудь За Лагерем Юсеков Там Где-нибудь Заспавнился Это Мне Через Всю Локацию Нужно Было Бежать Причем В Противоположную Сторону От Выхода А так У меня 14 Да Выход Окраина 14 Да Все Правильно Окраина Мост 14 Ну что С Богом Господа Будем Надеяться Что Все Обойдется Прикрытия У меня Нет Но Надо Без Него Обходиться Пою Мать Гады Убивают Без Мань Без Мань Без Ну, парни, похоже, что и у меня ничего не получилось. Ну, ладно, зато мы наверняка знаем, что они там есть. Вот позиция у меня, конечно, крайне неудобная и невыгодная была. Да и сейчас, в принципе, не самое лучшее. Мне бы главное свалить, а там что-нибудь придумаем. Время пока есть. Сейчас в упор бы они не подошли прям ко мне, а. Нечемся что делать? Я не знаю, мне, наверное, поинтереснее вариант теперь найти какого-нибудь дикого, чтобы хотя бы картоху снять с него. Я другого варианта вообще не вижу. Без бронежилета идти на Светлоозерский. Ну, не знаю, не знаю. Вот это досталось мне, конечно. Ну, благо, что еще хоть выжил, да? По крайней мере, пока живой. Сейчас, если получится уйти отсюда, то шансы будут. Отпустят? Нет? Отпустили. 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 погоду идти колотить я вообще практически ничего не вижу и вот я того убил нет первый который налево побежал навряд ли я его убил я не думаю что с одного патрона снб можно сложить светло озерского ладно если бы в голову попал то да это другой разговор есть вариант в общем подождать какое-то время походить пошататься в натуре поискать какую-нибудь хотя бы броню что ли как раз чуть светлее будет и придется тогда ходить вокруг да около и пытаться их выцеплять по одному я не вижу никого вряд ли увижу да вот так приключения конечно интересные у вас конкурсы и тамада молодец да так лентура ходит это там стало теперь по ноге но он не почувствовал как жал дальше это законно нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет тормози твою мать да ё-моё я блин я не знаю вот теперь у нас проблемы реально у меня конкретно как теперь с этим разобраться но не зря у меня предчувствие было какое-то нездоровое но не зря у меня предчувствие было какое-то нездоровое у меня гидрация по 0 мне надо внедряться на мчс у меня гидрация по 0 ну что помрет так помрет как говорится ок Продолжение следует... 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 это тоже как аккуратно сделаешь непонятно же где они сейчас они у них сейчас еще и радиус движухи их не скромный такой прибежать могут куда угодно ну ладно будем надеяться что мне повезет жутковато или пойти на скалу не выделываться со скалы попробовать жахнуть их давай рискнем кто бы там ни был из чувака по-другому я думаю никак один пошел да елки-палки ну е-мое что такое блин какой рейд сложно набили дикие душа помогите но патрон не сильный раз мне ничего не разбили значит дикий стрелял а вот откуда он стрелял вот это интересный вопрос и ответ на него искать я пожалуй не буду а просто пойду залезу на скалы залезу на скалы я тебя искал братюня вот теперь ответьте мне на вопрос как жить то как жить то лев целый у меня может быть забить на все да и пойти домой а че я парюсь на самом то деле меня никто никуда не укусил и не ужалил но без бронежилета лазить на ее парасита этаж куда это годится то может не выделываться и правда поехать просто на машине выехать отсюда тем более что лев есть под рукой пожалуй я так и сделаю пожалуй я так и сделаю и все это будет ради льва или нет длинне мой калибр Сейчас мы тебе где-нибудь подпортим, братюня. Вот так вот. Всё, был пацан или нет пацана, ооо да не кого там, я отсюда ничего не вижу, никакую лесопилку я отсюда в помине даже не вижу. Но, друзья, сама судьба распорядилась так, чтобы я просто развернулся и пошёл на выход. Был бы бронежилет, честно вам скажу, я бы спустился вниз в лесопилку, сразу бы в 1, 2, 3 и просто выждал бы момента, пока эти типы не начали бы меня штурмовать. Вот и всё. А так как у меня ничего подобного нет. Защита такая себе. Я думаю, что самым правильным вариантом будет просто пойти домой. домой, братва. погода, конечно, ещё не лётная, не снайперская ни разу. сама по себе мостинка у неё кратность такая слабенькая, но зато мне удобная лично. тут ещё и погода такая себе, с видимостью паршивой. не видать никого. вот так коттеджа не буду. нет, только крайний. и всё. и домой поеду. Вроде не лутана. Дверь закрыта. чисто вкусные местечки. Вот, например, центральный процессор. сахар. тысяч рублей. и попить что-нибудь, да? молочко с селёдкой, хе-хе-хе-хе. и потом бегай, лутай, ищи туалетную бумагу, да? молочко сжахнем, употребим сходу его, чтобы оно мне и ячейки не занимало, и во-вторых, это болезнь. прям здесь, не отходя от кассы, подкачаем. здесь ящик. 9,18, 9,18, вот много патронов находится, да? в маленьких этих коробочках пистолетных. по своим пальцам. ну что, вперёд, и с песнями от винта. так, где-то пленечек был, пацаны. пошёл, я сам нашёл, так. нашёл топливо, хе-хе-хе-хе-хе. вот так и живём, господа. успеваю? да, успеваю. от нас отца от конточа. вот такой прекрасный, чудесный рейд получился. планы провалились с треском. нет, всё-таки я Светло-Озёрского там не застрелил, но там был 100% Светло-Озёрский, потому что там была Мосинка глушёная. поэтому-то мне и повезло. пока его товарищи подскочили, он попал разу, по-моему, или вообще не попал ни разу. в общем, обошлось всё, слава богам. сахар притащил, значит, можно самогон зарядить. о, нормально. всё, что необходимо, я с собой взял, перегруппировался. один маяк, три цепочки для закладки на пирсе. тяжёлый, конечно, редут для беготни в лесу. но зато комбинированные материалы, пятый класс, я думаю, он сослужит мне службу. поехали ещё раз идём в лес в 11. страхуем только редут. и всё, поехали. Чё-то мне теперь вообще, если честно, страшновато туда сразу вниз спускаться, так как они спавнятся, зараза, прямо перед глазами у тебя. Чем порадуешь, Тарков? Дом диких? Дом диких. Ну, тоже неплохой вариант, слушай. Это значит, я имею возможность сейчас тогда сразу же заложить здесь третий маяк. А это уже хоть что-то будет. Пусть даже я, если не выживу, не выйду с локации, то, по крайней мере, у меня будет один из квестов заложен. И надо будет бегать с ним. Как ошпаренный. Это нормальный ход. Ну и, в общем-то, с этой стороны вниз туда и попробую ещё раз спуститься. К воде с этой стороны немножечко получше обзор, нежели стой-стой. Ну, не то чтобы получше, просто у меня опыта, скажем так, побольше с этой стороны заходить на лесопилку, на босса и свиту. Сейчас видимость получше за счёт того, что почти полдень по времени Тарковскому. Но так же продолжается дождь проливной. Вообще труба, ничего не вижу. Зато фильтр нашёл. Хотя он сейчас стоит тысяч двадцать чем-то там. Не такой уж он и ценный. Но зато с такого фильтра можно ценную водичку сварить. Правильно ли? Правильно ли? Медицина, смотри, бинт, гемостатик, тебе шина, всё, что ты здесь. Давай, давай, типа. Живи, братюня, живи. Как можно дольше. Ой-ой-ой, вот это вообще очень интересное эрго. Рукоятка пистолетная. Сумку я смотрю. Смотрю. Хорошо. Тогда давай двигаем к цели, от маяка избавимся. И перебегать будем на сторону озера вниз. Видимость. Отвратительная для снайпера. Но зато вот такие квестики по Шурику, которые надо там пробежать, прибежать, да, ничего не слышно. Так практически на дальность ничего не видно. Здесь только с теплочком где-нибудь не балдеть. А так то, что надо прям. Почему маяк не работает? А, вот он. Ё-моё, я уже это... Подумал, что что-то пошло не так. Всё, от маяков мы избавимся. Получается. Одну часть из больших планов уже, считай, выполнил. Опа. Есть коварыш. Угу. Где твои ножки? Ноженьки. А, засел, да? Нет, засел, засел, нет, не засел был. Всё, не видать. А мне там как раз лазить. Слушай, а кровь войны-то не надо выходить с локации. Представляешь? Я ничего не вижу. А, вон, по-моему, ноги. Или это ветка. А, вот он внизу уже. Но этого надо было убирать, иначе он бы сейчас стрелять начал. Патроны есть, всё нормально. Окей. Сейчас посмотрим оружейную. Времянку. Там она интересна не столько тем, что там оружие может появиться, сколько там сейчас патроны и модули всякие оказываются вкусные. Я раньше почему-то как-то, ну, знал, что там что-то спавнится интересное, но как-то проходил мимо. А теперь сейчас смотри, что сейчас тут найду. Смотри. Смотри. Иголки. Смотри. 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 Дальше. штука какая-то. Отдача минус 14. Скорее всего, дорогая штука. Вот тебе и зашел. Я же говорил, сейчас найду что-то офигенское. А ну. Твоя красота-то какая. Красота. По неволе в ночнушке придется ходить. Ну что, пацаны. Минус глаза. Жесть, слепят, конечно. Может, на выход? Тут уже полмиллиона лута. Ага. Так, стреляют. Стреляют, стреляют на той стороне. Под скалами. Пялки-палки, лес густой. Получится ли у меня заложить все это дело, а? Безболезненно. Или не получится. Или это боль. Ну и ладно, потеряем лут. Ничего страшного. Может, когда шли сюда. Явно не за деньгой шли. Деньги-то есть, слава богу, пока. Деньги-то есть, слава богу, пока. Ибо я не буду. «Безболезненно. Безболезненно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, второй квест сделали... Ну и третий необязательный остался... С золотыми цепочками... Необязательный, но желательный... Продолжение следует... Какие берцы... Как показалось... Блин... Это ЧВК, прикинь... Еще слепанул... Ну и ладно... Тут прям в лицо кинул... Или это нифига... Нет, это по-моему ЧВК... Ладно, братишка... И снова знаки... Говорят о том... Что надо делать... Ноги... Так, тем более... Предыдущие рейды долгие были... Пожалуй... Давай, наверное... Я точно выйду... Пофиг... Пофиг... Две главные задачи выполнены... А цепочки этим и заложить... Всегда успеем... Не хочется просто полмиллиона брать... Это... Дарить... ЧВК, да? И то, чтобы я жадный был... То, что наше, то наше... Нашел, значит, мое... Что-то я в СРФ не посмотрел... Пофиг... Он работает вообще или нет... Но... Если он не работает... То я туда... По большому расчету могу, да? Да... Могу... Вот... Куда выйти сейчас... На южном блокпосту... О! Работает отлично... Значит, и здесь сможем выйти... Справа... Похлопаем по ящикам... И домой... И домой... Будем практичны... Все почти забрал... Как ни крути... А два квеста для барахольщика я все-таки успел сделать... И это нормально... О! Левая нога кого-то застрелил с Мосина все-таки... Или он, скорее всего, знаете, как был... А он... Я попал... Кровотечение открыл... А он там где-то грустный присел... И помер, наверное, от кровотечения... Ну, по-другому я не знаю, как бы это произошло... Все... Благодарность... Квест... Закрываем... Заложили все необходимые предметы... Ёпрс... Опять он мне кучу целую высыпал тут... Кровь войны... Третья часть... Тоже закрываем... Выжить... Выйти с локацией... Это я сделал, похоже, в предыдущем... Рейде, да... Поэтому мне не было необходимости сейчас выходить... Поехали по новым квестам... Ночь распродаж... Выжить... Выйти с локацией... Развязка... Семь целых раз... Горячая доставка... С... Наушниками... Оратниками... Джельками... Да... Закладкой... Это тоже все на развязке... Красиво жить не запратишь... Часть вторая... Вот сюда мы сдаем... Антикварные чайники... Ак... Эээ... Блин... Два чайника надо, оказывается... Вазы есть, слава богу... Идеальный переговорщик... Четвертого уровня... Говорит... Лояльности со всеми торговцами достигнешь... Получишь... Интересности... Появился квест частная клиника... У терапевта... А Лидекса у меня по-прежнему нет... Поэтому сдаем только офтальмоскоп... А что делать с Лидексом... Блин... Честно... Я не знаю... И появилось два квеста у механика... Один из них это оружейник... Часть 16... Надо попробовать... Кстати его сейчас сделать... По квесту импорт... Мне нужно будет сварить... Твердотельный накопитель... VPX... В убежище я... Готов поспорить... Что могу такое добро варить... Вот оно... VPX... Да... Приготовиться... Я бы даже на такой случай... Поставил биткоин ферму... Раз уж... Вышло так что... Будет вариться... У меня 62 часа... Тут добро одно... А то тогда и биткоин ферму... Давай сразу же поставим... Закупились... Пусть тоже тогда варится... Блин... Я думал ее моментально можно будет построить... А она касса 30 часов будет строиться... Ну и ладно... У меня есть деньги на видеокарту... Так что как построиться... Одну видюху сюда воткнем... Пока будет же валиться кое... Вариться какое-то железо... Будет параллельно еще и биткоин вариться... По оружейнику часть 16... Нам нужна будет М4А1 с глушителем... НТ4ФДЕ с въемом МК10... Винтовочной длины тепловизором... Репер с наглазником и магазином... На 60 патронов... Эргономика нужна выше 44... Сумма отдач ниже 230... И вес 5 кг или меньше... Все я готов... Собрать М-ку... Взял все что мне необходимо... Самая обычная М-ка... Разбираем ее полностью... Не смотрите на цены... Они бешеные на барахолке... Если не открыты все торговцы... Но тем не менее... Выполнив этот квест... Вы соберете в награду... Такую же М-ку как и вы... Собираете сейчас... И потом вы ее... Просто перепродадите... Да потеряете в цене... В разнице точнее... На... Комиссии... Но большую часть денег... Вы отобьете... Короче поехали... М4А1... Разобрали полностью... И теперь покупаем... Покупаем... Навески... Ген... Плюс 13 эргономики... На которые устанавливаем сходу... Дальше... Покупаем ствол... 260 миллиметров... Устанавливаем... На этот ствол... Покупаем... МК10... Низкопрофильный... Газовый блок... Устанавливаем... На него покупаем... Пламегаситель... KCQD... Компенсатор... Для того... Чтобы поставить на него... NT4FDE... Глушитель... Бам... Установили... Дальше ставим... Трубку... Приклада... Примерно... Старую можно поставить... Я то что разобрал... Вот она с галкой... Я ее и устанавливаю... Пистолетную рукоятку... Не покупаю... Потому что... Беру... Пистолетную рукоятку... Приклад... ARMS... CQR... Эту штуку... Устанавливаем... Покупаю... Плюс 3... Эргономики... Рукоятку заряжения... Raptor... На Р15... Дальше... По условиям... Цевье... МК10... Винтовочной длины... Устанавливаем... На него... Покупаем... Направляющую... Александр... ARMS... 10 дюймов... На эту... Направляющую... Устанавливаем... Тактическую рукоятку... ARMS... CQR... Бам... Дальше... Покупаем... Магазин... Пимаговский... У него эргономики... Минус 16... Он больше подходит... Чем тот... Эээ... Станаговский... Устанавливаем его... Затем... Покупаем... Дилок... IRD... Для установки прицела... Вот эта вот штука... Дорогая... Там около 80 тысяч... Пришлось откошелить за нее... На нее... Устанавливается... Тепловизионный прицел... Reaper... Он у меня лежал... Потому что он выдается по квесту... Не помню по какому... Я его... Короче... Сохранил... Потому что помнил... Что есть оружейник 16... В котором этот Reaper понадобится... Если его не продали... То устанавливаете... Продали... Покупаете соответственно... И... Наглазник на этот же Reaper... Он стоит копейки... Все... Готово... Оружие готово к сдаче... Желтая галка появилась... Не знаю... 43 эргономики показывает... Но при этом... Я могу его спокойно сдать... Перехожу к механику... Оружейник 16... Передать М-ку... Чик... М-ка улетела... Фиг его знает... Как это работает... Но это работает... По крайней мере... Теперь заходим в награды... Награды... И... Забираем... Примерно такая же М-ка у нас и... Выходит... Короче говоря... Разобрали всю М-ку... Которую там могли... И... Все это по частям продаете... Все что с галочками выставляете... На барахолку... То цены прям хорошие... Да... Сегодня выпуск такой... Получился... Прям... Насыщенный... Долгий... Скорее всего получится... На этом буду заканчивать... Благодарю всех за просмотр... Надеюсь выпуск вам понравился... От души ребята... Хочу вам сказать огромнейшее... Просто спасибо... За то что дали возможность... Купить себе новый компьютер... Да... Я собрал себе новый комп... Покажу это наверное все на экране... Просто сборку саму... Последние пару-тройку выпусков... Я уже сделал на новом компьютере... Большое вам человеческое спасибо... На самом деле... Без лукавства... Без ничего... Много очень людей... Которые помогают... Постоянно поддерживают... Финансами... Огромное количество людей... Которые добрым словом... Поддерживают... Вся активность на канале... Способствует тому... Что видосы появляются... У многих людей... Кто интересовался... Или интересуется Тарковым... В рекомендациях... А это значит что... Новые люди приходят... Че уж тут лукавить... Это монетизация... В общем господа и дамы... Большое вам человеческое... Еще раз спасибо... Низкий вам поклон... За то что позволили мне... Такой... Большой компуктер новый... И кстати... Для любителей сталкера... У меня есть тоже новость... Я установил пару модов... Установил оригинальные версии... Потестировал... Стримы... Все настроил... Так что в ближайшее время... Будут стримы по сталкеру... Да не часто... Может быть раз в неделю... Может пару... А может быть больше... Может меньше... По возможности в общем... Те кто интересуется стримами по Таркову... Я Тарков не хочу стримить... Честно говоря... Стримеров как собак нерезаных по Таркову... Видосиков по Таркову интересных... Кот наплакал... По пальцам можно пересчитать ребят... Которые делают реально интересный какой-то контент... У меня же контент может быть и не интересный для кого-то... Но я нашел свою аудиторию... У меня своя тут энергетика... Я играю по-своему... Спокойная, размеренная, степенная... Прохождение... Я просто кайф... Я просто играю в игру... Я не добиваюсь каких-то там высот... Или еще чего-то там... Я просто сижу и наслаждаюсь игрой... Разделяя свое удовольствие с теми... Кто смотрит мои выпуски... Фух... Высказался... Все, всем удачи... Приятной игры... Увидимся и услышимся в следующем выпуске... До свидания... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok